мир вам игнатий тихонович миром зашел вот в несколько вопросов поскольку много событий произошло за эти несколько дней и вот одно из событий мы уже с вами обсуждали по поводу с хигумена сергия бывшего с хигумена 29 числа 29 декабря в ночь спецназ его взял на абордаж и увез в москву то есть там омон был и люди там даже оборонялись там говорят даже и побои какие-то были переломы вот по поводу этого вы в курсе и что там делается как у басманова суда дежурят я все ролики просмотрел вы маленько правее сядьте чуть-чуть подвиньтесь сантиметров на 20 хотя вот так вот так ну и что вот у меня хотелось вам задать вопрос ну во первых чтобы как-то прокомментировали вообще всю эту ситуацию ну и потом я еще задам вопросы по причинам этого ну относительно бывшего так назову с хигумена сергия романова его мирское имя николай как будто бы я высказывался в свое время теперь что повторять все это надо как могло быть резон не быть я тогда уже это как предвидя я видел что друг по-другому не кончится я могу повторить все как я им писал но никто не передал ему я вам писал об этом говорил мы только в интернете могли ему передать ну а так мы конечно мы никто не имел сергий же к нему заезжал игнатов я скажу что пошло все не так как они думали чтобы понять что-то какое-то событие самый лучший способ разобраться быть самому там и кого там бьют давид это я тогда я буду реагировать по другому они просто издалека и все хотя издалека тоже можно первым послание коринфянам 10 глава 6 11 стихи мы берем пример вот примеру человек живет можно взять пример я ни разу не слышал чтобы пример брали с плохого а там наоборот перечисляют всех героев которые были в отрицательном смысле герои это были образы для нас чтобы не были походливы на зло и вот по образу а помречь идет я так и говорю тут уже ничего не поправишь но мы еще раз взглянем на это можно ли было избежать этого у него там никого рядом не было который бы ему четко и ясно дали программу никого я регулярно его просматривал и что он говорит в лесу проповеди начитать что о нем там говорят какие я это просмотрел мое предложение было такое если бы он пожелал и понял что я говорю не от тети фрости как говорят отношение его всех метрополитов уральским кириллом были неплохие их надо было сохранить он легко это все разрушил а далее уже поднялся до патриарха последствия тут ясно дело у вас что власти нет того тоже заставляют какие-то меры принимать какие меры того его талантов на ему никакого не даст бороду белую сделать черный тоже не может дать потому что не от него это зависит обвинить в чем-то огуль на так человека который ничем не пользуется а живет ну просто видно что верующий человек рассказывает как он питается средства он ничего себе не присвоил его просто так нельзя было взять но дело в том что его биография была очень сильно подпорчена когда он еще не был игуменом а крещение то было раньше состояние крещенного человека он участник двух убийств минимум дальше я не знаю что пишут но задавил на машине это уже сам снимается но не было еще в это время но дальше идет умышленно убили человека который ехал с ними а он был в это время милиции работал монтировкой захлестали его этом по железобетонную плиту спрятали ну понятно что по закону еврейскому должен умереть по закону мусульманскому умереть а здесь здесь скрыто все якобы его патриарх алексей 2 благословил хотя документы нету но хотя бы и так он не может быть на это канон есть такой человек не может иметь благодати это определенно качество какие на нем кровь закону да я знаю все что он покаялся но он остается убийце воросли покаялся он больше не может вором быть а слова убийца за ним и сохраняется бывший убийца где-то это сойдет а в рукоположение не сходит там канон есть даже нечаянно задавил сам снимается хотя снимать по греческим меркам это не принято запрещено на этом все он не будет благословлять но он имеет право доступа в алтарь он может слушать со священниками присутствует на их там трапезах еще такие такие льготы и здесь вот если бы мы с ним были близко знакомы а он бы на меня пошел не войной а дружески видя какой я есть то есть тоже неграмотные никакого образования не имею но я бы ему сказал почему у вас нигде не видно что слово божие благовествуется приходят люди и заключения я их всех смотрел которые себе рассказывать их приняли накормили ну конечно это хорошо но и ну надо же думать о хороших много мусульман много было у коммунистов хороших у фашистов которые спасали евреев даже сейчас показывает 1 1200 евреев спас ну в аду их много хороших но духовного то ничего нету он не рожден абсолютно не рожден свыше у него этого нету ну он понимает в народу надо это мешают те то я их сделаю дайте мне власть а за три дня поправлюсь он говорит и сошли у всех куда надо там еврейская автономная область есть на дальнем востоке понятно ну кто же позволит если кого-то желает ссалать убрать власть в их руках то надо быть уже совсем никаким а что ему нужно было делать сан не принимать но коли уж случилось это снять его немедленно я недостойно пришел вот к митрополиту кириллу уральскому и сказал бы так и так я недостойный такой-то раб по православным системам и поэтому как снять я я отказываюсь от него чтобы это не было принято что меня кто-то затучил или что-то я добровольно слагаю сан я не называюсь ни сихуй гумен ни кем и буду не сергий а сергей сергей на самом деле если банашество остается его не снимается никогда а так я по паспорту николай романов не тот который расстрелян царь и вы меня владыка благословите остаться здесь монастырь тут мне же у меня много знакомых я хочу для церкви послужить ну как амбросий когда избрали его он говорит за 6 епископов работал за 6 кто подсчитывал не знаю а у него что он мэр и городов у него там пол половина страны знакомые ты поэтому у него все уладилось он везде обращался ему помогали типа из нашего круга крутой русский так бы они сказали здесь та же самая история а мы с ним поговорили я бы сказал ты обратись к нему скажи ладно я в монастыре могу жить или нет жить могу разговаривать или не нельзя мне чтобы он сказал я выполню это владыка вот так надо было сказать куплю где-то маленькую избенку им а приходить буду как обыкновенный мерянин помолись и но у меня владыка есть задумка одна у меня много знакомых здесь и у меня знакомый есть болтае потеряевки и указал бы на меня который говорит что надо проповедовать и он говорит может принять нас сразу 200 человек а у меня больше здесь знакомых я посмотрю какие угодные мы пройдем эти курсы и чтобы 200 по 2 будет 100 групп не каких-то благовестящих комиссионерских это владыка что-то будет необыкновенное тем более за этого человека возьмите характеристику тамошнего митрополита я не просто куда-то где-то я с ним поговорил он к вам хорошо относится молиться о вас то есть у меня что представил чтобы он меня воспринял но этого достаточно было бы и дальше двинулись насколько посмотрели бы я бы может быть здесь и больше там провел бы потеряевки у меня ездят положить их а на следующий год 200 человек уже идут по 2 сделал бы 400 это потруднее было но я бы договорился построили там где общее там на складах и пролив переспать а дальше занятия идут а на третий год бы 900 чеши 600 и вот тогда мы мы эти группы соединили там 30 здесь 200 500 600 миссионерских пунктов по 2 понимаете это чтобы было для россии это невиданная роскошь этого не было в моих планах воображение это реальная картина это это возможно было и думаю я так полагаю что митрополит бы не против тем более молиться за патриарха попросил бы прощения с я раньше говорил благословите меня было то ну так назвал бы его там патриарх и это вот то что есть и дальше ему присваивают теперь уже гонят статью чтоб к мятежу ну как это умереть да как это но как умереть то а в других случаях так когда везде и всюду вы допускаете патриотические чувства воспитываете и не раз и не два и в интернете все это показывает сегодня вот там такие то там то пою дядя вова мы с тобой пойдем в бой умрем как один это что не не призыв и кого-то гегемон достал с америка и мы пойдем умрем это за я этому не учил а ему под исключили что дети я начале детского лагеря 48 лет на меня воздвигали гонения но по милости божьей у меня были у него большие связи а у меня связи с богом господь всех поднял молились прокурор края мои близкие друзья были просто друзьями могу назвать там мэр города губернатор даже не чужой был и другие и они вступились в это дело и все закрыто ничего не датка не доказано а у него там они долго ждали где как перед новым годом под шумиху эту они знают когда это делать когда ельцин отрекся под новый год думали он спиана что-то ворощает а он действительно так в рис ты смотри он еще придумал то взял отрекся пользу такого-то а царство ушло люди спианутые разобрались когда вы готовы три дня господствует над нами вот такая история сейчас что сейчас уже ничего нельзя сделать никак а вот там люди выходят пакеты пакеты это ничего не дает молитва до вышли это хорошо потому что когда я сидел то начальник не тюрьмы а рор режимно-оперативный работник он подполковник и меня говорит а что же за вас лапкин нигде не митингует не выходят вот там баптисты было заступаются а вы то почему покинули вас ягра мне это и не надо я с богом я тут веду работу заключенные слышат я проповедую каждый день мне ничего не надо больше у него этого не было то бы все изменилось сегодня только молитва а что власть примет я власти не сужу и не знаю подробности какие обвинения я знаю говорят был бы человека статья найдется из сталинских времен говорили и как сдают говорит экзамен они говорят ладно вот столб так обвиняют что стоишь отдельно отделился от всех самоизоляции занялся что выпил и стакана прокинул вниз ой провода идут за границей связан арестовать распилить его по частям сжечь его вот так можно конечно но это видео опыта дается для студентам это так мне говорили когда у меня суд шел в краевом суде то там факультет юридический и студенту сюда приводили это и реально было и она же это слышали и когда суд начался уже я одному отвечаю второму третьему они говорят этого старика им не судить да они могут его посадить но не судить а у меня на каждую я знаю кто будет выступать потому что я все выписал на тетради это разложил и по ним отвечаю тот говорит а такое было не было все так ему сейчас никак не помочь единственное что избавит его только смерть но уже с этим позором который на него наклеивать тогда бы если вы меня прислушались этого бы ничего не было его поминали бы везде поминали он объявил всем войну вышел на тропу войны а почему ты думаешь что они будут молчать у архиерея власть он обязан смотреть за порядком перестали поминать стали поносить он обязан просто смотреть и поэтому а его обвинять нельзя этого митрополита кирилла и патриарха нельзя если бы речь зашла об искажениях канонов в церкви что они делают какой разврат идет кто причащается как они поломали таинство но этого ничего нет он тоже самое самое делает и вот в этом плане он уязвимый был тот момент когда ничего еще не делал против а теперь когда они все записывали узнали когда будут предупредили заранее когда обувь будет явил как сейфы вытаскивают там двери выломали кто что говорит там женщина растрепанными волосами стоит от оба османова суда говорят и судят они ничего не знают и ни один нигде не сказал о живой связи с богом чтобы здесь он нарушил нарушил поэтому надо говорить все если это не повредит или молчать где и как да это хорошо ему скажут там на улице стоят ну и стойте мороз по домам раз всех разгонит поэтому о нем мое отношение к нему молитва моей был самом начало как я про него узнал каждый день я молюсь и несколько раз о нем господи дай ему духа святого в разумление если он сейчас будет стоять на своем он никогда не выйдет оттуда нечаянно упал поскользнулся или за купоркой ну и проще это болезни до раза разное то я знаю таких из которые серки не подчинялись фомин там кажется лифоменко был николай это подпольные христиане ну и где-то на свидание дали одно свидание только шепотом сказал как сильно бьют бьют я с этими людьми они перешли 32 человека через мое знакомство с ними они вышли стали вошли патриархийную церковь они там монахи многие были какие звания и в этом звании приняли мы как сделаны когда они обратились все мы пошли к местному настоятелю от него к архиерею новосибирск то есть мы шли единственным законным путем одной из них раиса владимира шишкина потом она ксения была варвара и и поставили настоятельностью монастыря все признали какие-то люди хорошие да и кгб особенно за это ухватилась увидев столько людей они получили паспорта дети пошли в школу тут интересы совпали наши и власти и они меня хотели забросить там где агапе лыкова абаза а я ему скажи там это беденка было александр семёнович я говорю у меня дорогой столкнете скажете что выпал игнати тихо на что вы о нас так думаете ну правда они ко мне хорошо относились кгб по санкции московской кгб им ко мне обвинения не было мы остались хороших отношениях поздравляем с пасхой с рождеством и когда она на меня дворки начал тут катить когда он приезжал в алтае что-то псевдо православный и майор что ли там говорит стал и говорит а мы к лапкино относимся хорошо он камня за пазухой не держит он по нашему ведомству проходил не один раз к нам обращается мы помогаем ему то есть застук заступились эти органы а про церковных не надо говорить смотри как и за рубежом принимает и здесь и мы никуда не уходили пока не зарегистрировали общину это законным путем регистрация и когда приезжает на митрополит поминает патриарха ничего не меняется священники без митрополита приезжают тоже поминает патриарха отдельно нет мы к ним не относимся вот что я могу сказать об этом человеке все упущено но я не потребовался советники ну и все но грудь я все вспоминаю слова шатару ставели витязь тигровой шкуре когда он говорит каждый мнит себя стратегом виде бой со стороны я не со стороны я прошел эту школу как у него будет дальше встретиться ли мы те которые как-то не знаю но это конечно и глеб грозовской а тут при статью уже там одеть их лепят а за детей которые это может быть сами это все делали заключенное не дай бог прилепят статью не дай бог они будут его насиловать там и никто не еще не скажет а власть дает добро смирить его надо он не смиренный и все спаси его и сохрани господи и то что он построил и вот сейчас говорит на 4 тысячи храм построил но вы только что сдали пусть во славу божию будет пусть они там возьмут не ломают ворота это уже тебя не касается тебя нету которые приезжие тут разберутся кто прописан не прописан где и никого не найдешь все развеет один гортимопей со мной остался вот и все вот вы как считаете что все статьи все таки они ложные ему приписывают не знаю я там не был просто ду думаю так что ложные я мое личное мнение я там не был я знаю как на меня эти статьи клеили с детьми там девочки с мальчиками спят но в суде все размотал судья судью бог дал какого и когда мне присудили какие там деньги если что за подрыв делаю репутацию я подал на пересуд и пересуд дали такого судью еще не к краевой кажется уже судяне не районы был тот все развернул по-другому и назначил другую цену и во всем признали меня правом опять же близко мне знакомый прокурор края был может это влияло я не знаю ну просто близко а теперь на него могут что угодно кого-то недобровольно кого-то держали монастырь есть монастырь принимали а теперь ну найдутся такие люди затем и что-то найдено теперь их ткнули тебе вот то тоже тюрьма будет давай говори и человек расслаб и я знаю как это делают но у меня не было такого чтобы умышленно делали вот так вот там терзали мучили чтобы на меня показать не на меня не было показания ни одного когда меня судили так когда в лагере был попытки были но ничего не получилось и главное все были наказаны кто поднялся против самый главный кто писал статьи от московского комсомольца сам александр вот уже осень был зарезан сказали профессор такой-то там был я его даже не видел его в подъезде захватили школьники кто там ножами его резали особенно задница играть много его пострадала я их никого не знаю а против меня была там еврейская организация в на зер об этом в до сих пор провел нас господь я их никого не знаю один из наших ушел в мир ушел туда все у меня опыта этого нету предсказать я там не был монстре ни разу но смотря по всему что где есть и которые люди были и каким махом сейчас шесть священников которые с ним были сняли сан и двух диаконов ой-ой-ой это уже никуда не годится никуда это все пойдет против них я могу назвать когда это было кто так делал и все это вернется у бога как что посеешь что и пожнешь поэтому ну нехорошо это они были служили тому же богу ну так его взяли они поневоле теперь там перешли или как-то там было бы ничего прям мигом раз голову рубят но они что спрашивать принявший декларацию митрополита сергия это они так и вели себя сдавали всех строгородского я имею ввиду вот так не годится и под их жернова я попадал на суде они лгали на меня чтобы посадили и гудо дольше я пока вернулся и немного по я все давно умерли никого нету до моего возраста ни один не дожил бога все высчитано вот так игнатий тихонович но вот по евангелию так как рассмотреть с игумена сергия были какой-то примеры какие-то евангелие и вообще вот люди которые за ним пошли чтобы вы им сказали на основании библии но всего сегодня если бы меня туда вызвали ну кто-то там но у него и помощник от арестовали какой-то три человека с виссарионом за замели тоже не знаю я какие они люди но если бы я там поехал не один а с кем-то кто бы там переводил что-то не расслышу и сказали бы я бы скорее сказал слова что приходить завтра послезавтра прям при монастыре чтобы они меня сразу то не заблокировали я бы повел у них занятия людей можно было выправить монастырь приняли чтобы они признали этого кирилла и патриарха кирилла больше не трогали не надо это делать я готов на это ну кому я нужен нет игнать техничка не поняли я вас прошу сейчас по евангелию вот куда они пошли за то есть пошли на чем они стоят в евангелии такие случаи были на основании какое у них есть идти против этого я не знаю так что именно вот так было в житиях святых встречается неоднократно невинно там оболганы так максим исповедник федор студит я могу называть где оторвали всех он один стоял ты только причастись с патриархом это один раз и будешь в аду я жить я начитал знаю такое случалось неоднократно библейские примеры такие мне просто не помнится только у иоанна диатреп который нас не принимает и проще но мы даже не знаем кто он пасану был о нем нет ничего нет я понимаю я говорю об их мировоззрении патриотическим то есть они ждут царя ждут освобождение восстановления россии как то есть огромное вот патриотическое как бы мышление то есть вот эта вера в вера которая у них есть она по и в евангельской или нет вопрос нет не по евангелию что что они сейчас уже он уже пришел последний раз он говорил об этом показывает проповедь я не слышал не проповедь а там что-то написано у него это совершенно не тот путь какой царь это много национальное государство это не так евреи всех хитеев и сев порубили теперь одни но которые рядом были филистимляне даже которые пришли они должны были принимать быть обрезаны написано и на при придет когда я тебе иноземец и обрезаны это он это будет стоять там отдельно и сегодня вот дать ему вот пример смотрите библейский там поступали так я не знаю именно в религиозном плане они патриоты на все патриоты разве не патриот был сталин гитлер муссолини это все патриот и патриот был чингисхан тамерлан тамерлан был большой патриот аларих акила я беру и атила которые буквально к мировому владычеству подошли вплотную они любили народ свой и кончилось чем для всех одинаково вот они начинают государстве что дальше будет слово божие не запустят и вина юстиция хотя она сейчас такой власти еще не имеет будет так запретить вот это вот чтобы насильно надевали на мордике тоже не сделаю там вся власть и об этом не надо говорить то должен говорить не бойся этого об этом говорится в толковании даже от моей считал когда еще четвертом году я говорил там а птичьем гриппе ты ну так как будто сегодня это все сказано было от кого это идет и как я же тогда не знал что будет ему такое название с короны на голове я не знал это них никто знал то когда они там тайна масоны делали и поэтому а что делать не идти на поводу если ты любишь отечество патриотизм ними будь небесный патриотизм туда иди потому что дружба с миром есть вражда против бога я гляжу как они даже одеты как говорят или проще 7 работа не шла я я вижу люди с которыми ведешь работу по евангелию они совсем по-другому мыслят а вот он придет и что мне даст ну царь вас того царился теперь я приду и скажу ему там михаил дай мне это ли что да он какой там ставят посмотреть не на что как уголовник какой-то приезжал барнаул со мной встретиться хотел император но в евангелии же есть вообще в новом завете упоминается февда иуда галилеанин ну да ну и что чем они закончили разгромили все рассеялись так и здесь монастыря там никого не будет храмы будут пустые стоять им платить будет нечем а его просто так не выпустят пока они не размощают а он сейчас скажет согласен сотрудничать то другое а такой этой пасть он и не нужен это не просто так у него выхода никакого нету он должен молчать молчать то есть молчание знак согласия это уже все знают говорить он никак не может а я вам покажу там сошлю у него нет ничего нет он взяли в какое время не хорошо обдумали не один раз проигрывали это спектакль и дальше загребли все тем более он был знает прошли сиделись до собирайся там еще накрутят какие еще люди найдутся которые что-то отняли особенно дети опаснейшая тема а он и сколько подобрал сколько он там добра сделал и все теперь в обратном ну велика твоя награда на небесах только можно сказать с ним прощаться надо навсегда это самый вероятный конец если он и вернется через какие-то годы а там еще найдут что-нибудь у него квачков был от освежения режима они прямо под это это меньше десяти лет не накрутит а это означает что ты не выйдешь никогда ему и так уже по 60 до или под эту цифру подходит ему не надо было ничего это для человека с такой биографии все остальное это как авантюра и чем она закончится я не видел когда он с людьми беседует занятия ведет были у него курсы библейские ну судя потому что я все смотрел подряд не было раз не было ничего и не было а строить это храм и разрушена все будет камни на камне не останется говорил слова которые можно было прислушаться можно там вот об этом вирусе и прочее там много хорошего сказано им это со со мной сходится вот и весь ответ то есть в принципе оценку происходящей ситуации он говорил верно а действия которые он стал делать неверные да ну это тем более далее стало открыто объявлять прямо войну подряд и митрополиту своему я говорил об этом патриарху власти там и дайте мне это не годится просто так мало ли что как по пьянке не сбрешит человек это тоже так видит столько времени его не берут не могут взять и начинают там глупости это все это там там и брать нечего вот они пришли просто как прогулка какая из себя сделали коридор по коридору понесли все большие зайки стоят ну давайте кто против заходи заходи все никого нигде нету стоят там руками машут и а дальше никто не пойдет а там сразу скрутит тебя ими упал и все это домой не вернулся а то тебя провакцинирует тебе башку ладно еще не стояли на месте будет я думаю и столкновение так вполне может быть а это уже разгром при том разгром абсолютно полный вот они его переводят там то другое я хотел напомнить о перевороте или революции которая была в румынии 1989 году у них там 16 января началась из-за чего ласло тёкиш был такой как называют они пастор кальвинист теперь непископом стал его все знали и там определенную николай еще ушеску хотела убрать там какие дома начать там строите ну что было так то и все было вину это все в течение пяти дней вся революция закончилась расстреляли вместе с еленой женой его и и прочее и началось из-за чего с места даже дом должен был отдать вот этот вот ласло тёк лишь тёкиш тёкиш и кончилось ничем их армия перешла на ту сторону и секуритаты это внутренние органы как кгб тогдашние а воины тут у них убой на танки и они на их сторону стали больше больше переходите в это время там заместитель одного убили ну умер ли он и в это время сказали что николай еще ушеску его убил ну и все поднялось против и здесь они не знают власти не могут просчитывать а может быть последствия вполне много недовольных вообще людей много недовольных а здесь он и были известия где вот это все начнет рассыпаться везде им танков не хватит то есть это в мире я беру практически давно ли было ну ну все это 31 год назад это же свежие все тем более в декабре месяце это тогда было 16 по 25 декабря все это разрешилось так что прогнозировать конечно можно как-то нам это и не нужно но факт тот что обратить внимание надо это вполне может быть у него очень много знакомых в разных родах войск люди а там недовольных куча грибе что там делается один восстал полк нему другое дальше внутренняя война то есть это все внезапно разгорается и правители из кремля выметут там шаманы там были ничего не потребуется как мама задум говорил винтовка рождает власть и все то есть мы смотрим что было в румынии а это может в любом государстве быть не дай бог не дай бог русский мужик он не будет как румына на раз и закончилась революция уже девять дней ничего нигде нету русский будет гвоздать и гвоздать пока все не растерзает и уже костей нету об этом лев николаевич толстой пишет в начале романа война и мир это надо все усчитывать нас никто не взвал в советники мы молимся больше ничего не могу сделать а как я вы никогда не звуя на молитве молитва идет так средне за него не не высвечивается как сказать и не забывается как митрополит кирилл который стоял у них там правящий архиерей его переместили сейчас к нам в татарстан у нас владыка феофан умер и по сейчас поставили оттуда кирилла как думаете это как я думаю что это может быть даже и входит в эту программу у них они часто так делают и поэтому что на кирилла было недовольство ни другого я ни при чем то есть надо погасить сейчас этот пыл его во многом стали обвинять тем более он тогда когда строить храмы хотели уже путин вмешался референдум провести ну хотели отнять там где народ гуляет а в это время там храма это ты сразу спилили убрали и все то есть он был уже обожженный ему нельзя лишний раз вылазить ему сразу то припомнят какая смута то было люди готовы были за оружие брать и там все это фотографировали показывали вот так у меня отец с ним виделся и тот ему дал благословение на евангелие раздачу на занятие чтобы вместе проводить почтению евангелие сразу же почти они так пообщались немножко очень доброжелательный и открытый для беседы с людьми он оказался дай бог ну вот а мне сказали бы но если бы так же он принял с вашим отцом приняли бы меня вот так что говорю не приняли просто почти на сто процентов я уверен не приняли мы разные разные совершенно никому эти храмы не нужны людьми надо заниматься по евангелию они пришли к богу а там так это много где людей много это сразу подозрение это широкая врата и пространный путь ведущих погибель а то маленько один только попорми их и все ты увидишь что получится на молитве какие гляжу там приезжают я народ то маленько знаю я вижу что работа не велась в этом направлении чтобы показать что в чем-то верно и пространстве это перенетие это не просто глядь я не мог уметь и Продолжение следует...